Всем привет! И мы приехали прессовать последних своих три гектара. И все на этом. Ну, как бы все со своими полями. Там есть еще халтурка, надо одно поле скосить, сграбить и спрессовать. И еще вот хочу другу позвонить, он мне предлагал сено. У него уже скошено, надо только сграбить и спрессовать. Как бы сегодня, если спрессую, на сегодня обещаю дождь, возможно, если успею, то поеду и там, сграблю и спрессую. Давно. Сегодня уже нет. Сегодня нам хватит за своим полем. Ну, а сейчас мы ставим кардан. Надо навеску две опустить. Поставить кардан и начинать. КОНЕЦ Ну, что ж, у нас все готово. Приступаем. Кстати, да, прикупил вторую шпулю нитки. Думаю, что этой может не хватить на это поле. Так что прикупили вторую, но останется на следующий год. Это неплохо. Но если мы еще поедем прессовать, то точно не хватит. Пригодится она. Поехали. КОНЕЦ 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 у нас случилась беда транспортер провернула а йо-моё блин главное что мы сейчас ниткой никак не замотаем рулон придется выкидывать так охереть на все проскочила эта сторона нет а вот эта сторона проскочила обалдеть придется сейчас рулон выкидывать без нитки я слышал что что-то похрустывала но как-то не придавал этому значения рулон главное еще ну еще еще все даже не дошел да еще есть и тут место есть беда ну сейчас будем как-то как-то выковыривать попробуем сейчас открыть матвейка на стань поснимай а я попробую открыть люк надеюсь что вот нормально хорошо а 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 Продолжение следует... 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 я хочу себя крючок поменять побольше не мне например мне понравилось потому что клюет интересно ну так это нормально но что ты сделаешь как всегда не вовремя садится батарейка женушка пытается сама опять поклевка сама решила перевязать удочку не успел договорить потому что у меня была поклевка я видел так там молчит фидер у не молчит так у нас проходит ночь удочки молчат колбаска жарится вот так точно должно быть видно комары и летают вот как-то да вот как-то распалила как-то меньше их стало теперь на включение либо когда крупная рыба клюнет если клюнет либо утром на рассвете и мы уже после рыбалочки встретились получилось так что нас где-то в пятом часу в пять часов выгнали с этого места пришел какой-то дед что он там каждый день рыбачит это его место он его готовил ну а мы как были уже спросоне уже с женушкой засыпали почти даже не засыпали а спали считаю от бурчане этого деда проснулись их короче мы собрались и поехали домой все настроение пропало ты в принципе там место такое блин там столько корчей палок видно от бобров потому что там чуть дальше 50 метров перекат и видно тут ямина и весь мусор здесь собирается что сколько я много подоставал палок от бобров и отдал много кормушек как бы место перспективное но очень коряжное вот выпускает дед там ловит пускай он свои кормушки там и оставляет вот мы уже сегодня как с рыбалки приехали починили пресс до конца уже сено обсохло сухое практически ну может где большие сильно кучки а так вот делалок в принципе сухое так что тут еще такие облачка заходили тучки надо убирать а иначе опять замочит потом суши так что надо то убирать сено так что победная конец будет все настроились и в бой больше не жмем сильные рулоны пускай будут плюшки но будет пресс целый вышло здесь 15 рулонов немножко под собрали еще в пресс отвезем часовца кормушку 15 и того у нас 51 рулон где-то вышел дома 30 и на этих полях 21 рулон вышло неплохо мне должно хватить но так честно сказать хватить хватит но тютелька в тютельку так что вот такие дела не ну по-любому должно хватить потому что еще пока ягнята малые будут этой зимой они еще не так будет есть как большие овцы так что точно хватит так что получается пока не нормально будет можно стадо увеличивать еще потому что я сейчас закрываю где у меня зерновые полтора гектара там получится сейчас сейная трава там будет во сено в следующем году может следующем году не но поза следующем точно будет офигенная плюс я сейчас еще хочу еще у меня есть поле гектарчик она давно простаивает надо вычистить я его раньше когда-то подавал на субсидии но оно заросло я его там пробовал подкашивать меня потом за него штрафанули я после этого перестал его обрабатывать но это было давно и неправда теперь хочу его вычистить выкосить короче как-то ну убрать там кусты как-то перепахать и не сеять там зерновые потому что комбайн туда все равно не проедет перепахать как-то выровнять и посеять новую травку было офигенное поле будем получается надо собирать уже поля побольше раз большое стадо больше полей надо больше сена матвейки тоже придется поработать ну а мы все отправляемся домой ура у нас все закончено надо матвей теперь можно если будет свободное время можно чем-то другим позаниматься кроме сена ну а